Виктория Куликова Виктория Куликова Виктория Куликова Виктория Куликова Виктория Куликова Виктория Куликова Да, тоже такое практикуется. А по поводу зрителей, это всегда какая-то камерная должна быть площадка и, соответственно, маленькое количество зрителей, или они работают на большие площадки? Потому что вот так подойти каждого за плечо, это же надо очень много времени. Сейчас расскажу немножко из истории. Мне рассказывала Ирина, что на первом мероприятии, которое они делали, планировались примерно 20-30 человек, то есть все свои, какая-то такая камерная обстановка действительно, но пришло уже 80 человек на самый первый спектакль. Люди, да, действительно, люди очень удивлены такому формату, и им очень интересно, очень многим. То есть даже сегодня мы ожидаем фрор, аншлаг, можно сказать так. Очень много количества людей записалось. Вот, я как раз по этому поводу, потому что смотрел в социальных сетях, уже написано, еще было позавчера, кажется, что, извините, ребята, мест уже нет. Да, регистрация закрыта, и очень-очень много людей, но мы надеемся, что получится всех разместить, хотя бы на стульчиках, на ковриках, хотя бы как-то, чтобы максимальное кризисство людей смогли прикоснуться к этому интересному искусству. А по поводу места проведения, где это будет проходить, и в котором часу, мы тоже проанананисируем зрителям? Да, я работаю в Центральной городской библиотеке имени Марка Лукьяновича Карпельницкого, организатором, и поэтому я пригласила ребят именно туда, у нас там очень дружеская атмосфера, интересный коллектив, и кроме того, почему нам интересна эта идея театра ушей, так как мы тоже популяризируем украинскую литературу, мы ведь не просто хранилище для книг, оно в первую очередь такое социально-культурное место для таких встреч, для творческих вечеров, поэтому у нас очень много всего интересного и помимо театра ушей будет и планируется. На что должны быть настроены зрители, которые придут посмотреть на театр ушей, послушать его, потому что кроме покорности, я так понимаю, должны быть еще какие-то настроенные эмоции? Ну, зритель должен уметь чувствовать, он должен уметь проникаться атмосферой, он должен быть творчески настроен, но это не обязательно, допустим, какая-то социально активная молодежь, то есть приходят люди очень разных возрастов, это и старшее поколение, и семейные пары с детьми очень часто приходят, потому что действительно очень интересно. А как дети на это реагируют? Ну, зритель покорно слушает, у него нет другого выхода. Нет, на самом деле очень интересно, я думаю, что вообще вот по записи предварительной, Николай, сколько человек уже записалось? Ну, уже более 140 человек записалось, а мест всего лишь 90, чтобы вы понимали. Ну, то есть мы будем в тесноте, но не в обиде, да. Я смотрю вот на некоторых фотографиях также, что есть фирменный, прям-таки, театр ушей, да, вот повязки. А у некоторых просто шарфики. Шарфики, некоторые вообще с домашними повязками, в которых они спят приходят, я смотрю, то есть нету разницы, да, в чем. Главное закрытое было. У ребят есть определенное количество повязок, вот таких фирменных, которые они привозят с собой, но возможно, если кто-то что-то там забыл, или, допустим, человек, который пришел позже, может прийти со своей повязкой, конечно. Потому что я смотрю вот некоторые шарфики такие, что, ну, можно и посмотреть через них что-то. Может, в этом и секрет. Ну, я думаю, что восприятие особо не изменится, если ты посмотришь одну минуту на выступающих. Все равно ты, как правило, это в полной тишине проводится, то есть лишних звуков нет, телефоны отключаются. На самом деле это вот похоже на некоторые вот перфомансы, которые сейчас активно в Европе сейчас проводятся, когда ты не знаешь даже место площадки, куда тебя заводят. То есть ты вообще в полном невидении, что с тобой будет делать. Ну, если честно, даже самому вот интересно бы попробовать посмотреть на свою какую-то внутреннюю реакцию. Это будет страх или это, наоборот, будет восхищение. Да, то есть там достаточно разная проза у ребят, очень такая ироничная, в чем-то даже может быть, ну, все зависит от автора, как правило. То есть ребята... Авторы, где они ищут твои произведения? Или это их? Сейчас расскажу. У ребят в Одессе функционирует литературный салон, то есть туда могут приходить молодые авторы, редактировать свои мероприятия, то есть с ними работает профессиональный редактор, который помогает, они вычитывают все. Если же нет возможности приехать в Одессу, то можно через социальные сети прислать просто Ирине свои произведения. То есть... И они тоже могут стать частью спектакля? Да, абсолютно любое. Допустим, наших николаевцев тоже приглашали. Поэтому все хорошие поэты-ребята могут пробоваться и тоже участвовать, работать с театром, путешествовать, гастролировать, только если у них, конечно, качественные произведения. По поводу зрителей, это впервые, я так понимаю, в Николаев приезжают? Да, это впервые в Николаев, да. В основном они путешествовали по Западной Украине, то есть они были на форуме издателей, проводили тоже различные уже мероприятия. Но на форуме они нашумели, потому что вся Украина их уже просто описывала в своих интернет-изданиях и так далее. Потому что для всех это реально шок, потому что это ломает какие-то стереотипы и понимание театра классического. Понимание театра, понимание поэзии, музыки, вот такого вот мероприятия. Поэтому я думаю, что мы должны обязательно сегодня... Ну, наши журналисты сегодня тоже решили сделать эксперимент для себя, тоже поедут, посмотрят, покажут потом зрителям, что и как они увидели. А вот мне интересно, потом показывать тоже будут с черным экраном? Я не знаю, этот вариант, как будет все-таки съемка. Ну что ж, еще раз предлагаю сделать небольшой анонс «Время и место», куда можно прийти и посмотреть. Да, мероприятие будет сегодня в 6 часов вечера в Терлинной городской библиотеке имени Кропивницкого. Это по адресу Потемкинская, 143А. Так что, друзья, вот так. Слушайте театр. Как бы это ни звучало интересно, но все-таки уже правдиво, это реальность. Ну, а думаю, что сегодня спелкувалось и мы были приемной разговой с Викторией Куликовой, координатором театра в Уху, Миколаеве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова